Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова и Коротко о главном. Беда пришла, откуда не ждали. Даже по прошествии нескольких дней на лестничной площадке всё ещё отчётливо виднеются эти багряные пятна, следы крови. Добропорядочная пенсионерка едва не отправила на тот свет свою семью. Эксклюзивные подробности с места трагедии. Рост пожаров, первые последствия аномальных морозов и новый удар от погоды. На регион надвигаются лютые холода. Конкурс как в лучших вузах страны. Я хочу развиваться вместе с регионом, наладить какие-то новые связи, новые контакты. Определены победители кадрового проекта «Омская область. Продвижение». Кто получит миллион на обучение и новые карьерные возможности. Не делать резких движений и не убегать. В деревне Омской области пришли волки. Хоккей на валенках, зимний волейбол и гонки на олених упряжках. Это заряд эмоций, бодрости. У нас что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Поэтому мы здесь находимся. В Омске впервые прожел день зимних видов спорта. Самые яркие фрагменты праздника. Начнем с трагедии, которая поразила не только Омскую область, но и целую страну. Дружелюбная соседка и заботливая бабушка устроила жестокую расправу над внуком и престарелой матерью. Утро выходного дня в омской семье началось с побоев и поножовщины. Как сейчас чувствуют себя пострадавшие. Что рассказывают очевидцы происшествия и почему знакомые подозреваемые уверены, ей нужна в больницу, а не в СИЗО. В материале Ангелины Руновой. Сегодня это типовая, ничем не примечательная пятиэтажка, точка притяжения журналистов и силовиков. Квартира на первом этаже – место чудовищного преступления. Как следует из материалов, здесь 57-летняя женщина набросилась на членов семьи с ножом и молотком. Даже вот я не поверила. Ребенка жалко. Это вообще до ужаса жалко. Я не представляю, как он сейчас. Инцидент произошел утром. Родители находились на кухне, когда услышали в детской шум и стоны 9-летнего сына. В комнате супругов ждала чудовищная картина. Бабушка, как следует из материалов, решила разбудить внука варварским методом. Ударила школьника молотком по голове. Родители сумели остановить женщину и оттащить ее от ребенка. Однако пенсионерка быстро нашла новую жертву. Схватила кухонный нож и набросилась на свою 86-летнюю мать. А после травмировала себя. После чего выбежала из квартиры. Обратите внимание, даже по прошествии нескольких дней на лестничной площадке все еще отчетливо виднеются эти багряные пятна, следы крови. Однако скрыться от правосудия буйной жительнице Кировского округа не удалось. На улице ее задержали оперативно прибывшие на место ЧП силовики. Местные жители в один голос твердят. Прежде вспышек агрессии за женщины не замечали. Пенсионерку, которая едва не оборвала жизни сразу двух членов семьи, характеризуют положительно. Примерная сотрудница Центра соцобслуживания, она сама помогала нуждающимся. Любящая бабушка и мать, дружелюбная соседка, которая следит за порядком в подъезде. Они переехали недавно, совсем адекватно. Ни разу не выпившими, ни пьяными, ни шума не было. Здоровались всегда. У подъезда цветы садят, и в подъезде она все делает, и дверь входную отремонтировали. Говорю, надо же, какие соседи появились у нас чудесные. И такое произошло, я даже в шоке. Расследование на личном контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На региональном уровне ход проверки курирует прокуратура. Сейчас участники потасовки под наблюдением медиков. У прабабушки раны плеча и шеи, у ребенка травма головы. В настоящее время состояние мальчика стабильное, хотя и тяжелое. Он уже переведен в общую палату из реанимации и пришел в себя. Сама подозреваемая в тяжелом состоянии прогнозов на ее будущее медики пока не дают. Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на двойное убийство. Ангелина Рунова, Юрий Репин, 12 канал. В пожаре в Тюкалинском районе погиб человек. Трагедия произошла в селе Новый Кошкуль. Загорелся двухквартирный жилой дом. Прибытие у пожарных над одной из половин обрушилась кровля. При разборе завала спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Точную причину его смерти и пожара сейчас устанавливают эксперты. Еще одно ЧП в Павлоградке. Там загорелся жилой дом. До прибытия пожарных здания самостоятельно покинули три человека, в том числе двое детей. Еще троих из горящего помещения эвакуировали спасатели. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность печного отопления. Сотрудники МЧС просят о МИЧС соблюдать осторожность и не оставлять печи и нагревательные электроприборы без присмотра. По статистике с наступлением холодов количество возгораний увеличивается в среднем на треть. Тем временем в регионе станет еще холоднее. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Уже сегодня ночью температура опустится до минус 40 градусов. А вообще морозы в регионе продержатся до конца недели. При этом снегопадов не будет. Метеорологи обещают ясные и солнечные дни. Отступит сибирская стужа. Лишь в воскресенье днем обещают до 16 градусов ниже нуля. В областном МЧС МИЧС просят быть внимательными. Перепады температур могут спровоцировать аварии на коммунальных и энергетических объектах. Обрывы линии электропередач. В случае возникновения ЧП обращения ждут в единой дежурно-диспетчерской службе города. Телефон на ваших экранах. Миллионное образование не только определены победители кадрового проекта «Омская область. Продвижение». Напомню, региональный проект такого масштаба прошел впервые в Сибири. Конкурс «Как в лучших вузах страны» – 170 человек на место. Победа открывает десятки возможностей для карьерного роста. Подробности далее. В этом зале лучший из лучших – 193 финалиста кадрового проекта «Омская область. Продвижение». Каждый со своей идеей и инициативой, направленной на развитие региона. И вот с минуты на минуту состоится долгожданное событие, которого ждали сотни мячей. Назовут имена победителей. Большинство участников в зале не скрывают волнения, но признаются, дойти до финала – уже достижение. «Основные цели, которые я оставила перед собой, я их достигла. То есть это цель – заявить о себе, сказать, что я хочу развиваться вместе с регионом, наладить какие-то новые связи, новые контакты». Конкурс «Как в лучших вузах» – 170 человек на место. Фанфары и громкие аплодисменты. На сцену приглашается первый победитель. Всего в кадровый резерв управленческих кадров региона вошли 47 мячей. Больше, чем планировалось, отмечает губернатор. Победителям будут предложены руководящие должности. Среди них педагог Екатерина Орлова. Занимается с детьми с особенностями здоровья. «Это очень неожиданно, это волнительно, это ответственно, потому что теперь есть ряд задач, которые будут требовать решений. Стать частью такой большой команды, которая работает во благо целого региона – это очень непростая задача». Работа будет продолжена и с финалистами, которые не стали победителями, но смогли проявить себя. Они получат рекомендации от опытных наставников. Это топовые бизнесмены, политики, олимпийские чемпионы. А еще их пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора. «Мы планируем в самое ближайшее время определить регламент работы этого клуба, нашего экспертного. Планируем обсуждать различные темы, связанные… Все они, конечно, связаны с развитием. С развитием, с решением сложных задач. И будем надеяться на обратную связь от участников нашего кадрового проекта». Это первый региональный проект в Сибири такого масштаба. Прозрачная, неполитизированная система. По сути, служебный лифт. Заявки на участие подали больше 8 тысяч человек. Среди них и двое сотрудников 12-го канала, которые дошли до финала. «Очень счастлива, что была здесь в числе тех людей, на которых область теперь может опереться смело. Все мы будем продолжать общаться, трудиться на благо нашего региона». На первом этапе о МИЧе писали эссе. После проходили тестирование на логику, скорость мышления и стрессоустойчивость. Лично встречались с экспертами, чтобы продемонстрировать умение работать в команде и показать свои таланты. «Все в штатном режиме. Это очень-очень важно. И именно за это участники в том числе и нам сказали спасибо, и мы сказали спасибо, как наблюдательный совет нашим участникам. О том, что мы все были в единой команде». Основная цель, по словам Виталия Хаценко, найти талантливых руководителей и сократить дефицит кадров в здравоохранении, образовании и промышленности. Результаты превзошли все ожидания. Поэтому губернатор не исключает, что кадровый проект «Омская область. Про движение» состоится повторно. Анастасия Вишова, Илья Яковленко и Сергей Каврилов. 12-й канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговым выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Одна площадка – тысячи возможностей. «Ты можешь отвезти сено коровам, также ты можешь отвезти им в цистерну, получить молоко». Как роботы совместили на одном полигоне десятки профессий. Подробности крупнейшего в России карьерного форума, который проходит в Омске. Урок с авангардом. Школьники из Омской области провели день со звездами хоккея. «Мы были в вип-ложах, под ареной, были в гостевой раздевалке, были везде». За кулиси G-Drive-арены. Открытая тренировка и домашний матч. Почему Омский авангард превзошел программу всероссийской акции? На севере региона активизировались волки. Хищников видели вблизи деревень в Тарском, Сидельниковском и Муромцевском районах. В областном министерстве природы пояснили, что это вполне обычная ситуация для данного времени года. К концу зимы у диких зверей сложно с пропитанием. Поэтому еду волки ищут в отдаленных селах и деревнях. В зоне риска дворовые собаки, а вот коз или телят трогают реже. В Омске стартовало адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента. Цель обходов – рассказать о мячам, о всех возможных способах голосования, а также обновить списки избирателей. Важно, что о своем визите представители избирковым предупреждают горожан заранее. На подъездах многоэтажек развешивают объявления. Сами обходчики имеют узнаваемую экипировку. Подробности в нашем материале. Вот так, заходя в каждую квартиру, омичи приглашают на выборы президента страны. Вручают памятку, в ней адрес и телефон избирательного участка, к которому человек относится по прописке. Воспользоваться предлагают и альтернативными способами голосования. На дому или по месту фактического пребывания, в дни выборов. Заявление можно обратить к вам или где мы? Вы можете на любой участок. Если вы прописаны на своем участке, вы можете на любом участке проголосовать. Если вам удобно будет прийти к нам, я вам оставлю информацию. Здесь наши телефоны, контактные данные. Вручают избирателям и информационные листы о кандидатах в президенты страны. Но агитацию не ведут. Задача номер один – сверить списки. Бывают прописаны в списках есть, но давно уже не проживают. Мы эти отметки тоже выполняем, чтобы нам понимать, какое количество избирателей придет к нам на участок. И, соответственно, также могут быть жильцы, снимают жилье, прописанное в другом регионе, а у нас их в списках нет. Поэтому мы рекомендуем прикрепиться к нашему участку, чтобы иметь возможность реализовать свое гражданское право. Всю информацию представители участковой избирательной комиссии вносят в специальное приложение, установленное на мобильном телефоне. Так перечень избирателей автоматически обновляется. В этой же программе формируют списки тех, кто желает проголосовать на дому. Как правило, это люди с инвалидностью, многодетные родители и пенсионеры. Татьяна Макаренко, например, накануне неудачно поскользнулась и сломала руку. Чтобы больше не рисковать, голосовать решила дома. Я за политикой слежу, все это знаю. И я, в общем-то, ну, если бы вы не пришли, я бы искала номер участковой комиссии и звонила. Я очень рада, что мне не пришлось разыскивать телефоны, а что девушка сама все это сделала. Адресное информирование избирателей продлится в регионе до 7 марта включительно. В обходах задействуют почти 6 тысяч человек. У каждого при себе будет брендовый портфель. Значок в виде российского триколора и бейдж, на котором, с одной стороны, логотип избирательной компании, а с другой удостоверение члена участковой избирательной комиссии. Людям без всех этих атрибутов, а мечей просят личные данные о себе, не сообщать. Анна Кокорна, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Фильм 12 канала «Сибирячки» покажут на кинофестивале в Москве. Документальная лента основана на реальных событиях и состоит из шести новелл. Каждая история женщин, которые проводили своих мужчин за ленточку. Девушки объединили вокруг себя волонтеров и делают все для победы. Плетут маскировочные сети, делают сухой душ, отправляют на передовые автомобили, квадроциклы и другую технику. Проект реализован Омской региональной молодежной общественной организацией «Агентство молодежных инициатив» в сотрудничестве с 12 каналом на средства гранта Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области при сфинансировании фонда президентских грантов. Фильм «Москве» покажут в рамках первого международного фестиваля кино на службе Отечеству. Его цель – рассказать о российских воинах и добровольцах, которые оказывают помощь фронту, а также разъяснить причины СВО. Фильм «Сибирячки» покажут сегодня, 19 февраля, на интерактивной площадке фонда кино и комитета семей воинов Отечества, также 21 февраля в Музее Победы. Омские студенты встретились с Александром Поветкиным, олимпийским чемпионом по боксу. Ребята смогли задать спортсмену разные вопросы, например, как построить профессиональную карьеру. Просили вспомнить впечатление о первом бою и рассказать о том, как в таком виде спорта сохранить здоровье. Спрашивали и о личном, верит ли чемпион в удачу. Такие встречи, убежденные организаторы, помогут привлечь молодежь к здоровому образу жизни. С чемпионом беседовали не только спортсмены, но и студенты-медики, а также участники движения «Первых». Мероприятие прошло в штабе общественной поддержки. Отмечу, что олимпийский чемпион Александр Поветкин – доверенное лицо Владимира Путина. Хочется пообщаться с ребятами, узнать, чего они хотят, чем они живут. И немножко рассказать, как вести себя сегодня, как стать первым, стремиться к этому. Я не знаю, короче, как быть лучше. Самое главное в жизни ребятам – найти себя. Я всегда говорю, ребят, выбор ли вы пути, наверное, вот по нему идите. Старайтесь всегда быть первым, всегда помочь. Я сам спортсмен, сам боксер. И мне, как боксеру, грубо говоря, интересно встретиться с настоящим профессионалом, задать ему некоторые вопросы, которые интересуют лично меня и которые лично для меня важны. Больше тысячи амичей приняли участие во Всероссийском дне зимних видов спорта. Атлеты, профессионалы и просто любители активного отдыха соревновались на хоккей, на валенках. В зимнем волейболе и даже устраивали гонки на оленьих упряжках. Центральной площадкой спортивного праздника впервые стал исторический центр города Плац Сибирского кадетского корпуса. Самые яркие моменты фестиваля в репортаже Алексея Адарьева. Прокатиться на санях, в которые запряжен экзотический для горожан северный олень, или попробовать свои силы в керлинге. Веселого и интересного много. Это заряд эмоций, бодрости. У нас что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Поэтому мы и здесь находимся. Бывший Плац Кадетского корпуса в этот день стал местом притяжения для нескольких тысяч амичей, предпочитающих активный отдых. И даже крепкий сибирский мороз никого не отпугнул. Например, возле импровизированного биатлонного стрельбища выстроилась целая очередь из желающих проверить свою меткость. Шайбу побросал, сейчас вот пострелять хочу. К сожалению, очередь большая. Но что поделать? Много желающих? Желающих. А тебе как, понравилось? Понравилось. Что ты делал, расскажи. Я шайбу там забивал, в пятерочку попал, диплом получил. Со стороны волонтеров мы смотрим и тут очень много людей приходят. Все активные, позитивные. Ну вы тоже улыбаетесь, настроение, смотрю, хорошее? Да, отлично. Ну а больше всего поклонников, конечно же, оказалось у хоккея. Счасть, счасть! Очень классный праздник. Очень много людей пришло посетить разные локации. Все довольны, улыбаются. Во всех игровых видах спорта очень много эмоций у людей. Побольше таких мероприятий желаю нашему городу. Конечно, для нашего региона, для нашего города спорт номер один – это хоккей. И команда «Авангард» – это тоже команда номер один. Но в целом зимние виды спорта любимы для нашего региона. И очень важно прийти на зимний праздник вместе со своими семьями, провести время подурачиться, поиграть в волейбол, в кёрлинг, в хоккей, в валенках. Просто провести замечательное время. На хоккей, в валенках нам пришлось остановить регистрацию команд, потому что заявилось 20 команд, и они продолжали заявляться. Мы просто до ночи не успели провести финал. Поэтому здорово. Я думаю, мы дальше будем развивать эту площадку, а мячам нравится. Первый опыт проведения массового спортивного праздника на территории бывшего кадетского корпуса получился удачным. Теперь в планах организаторов провести здесь новые, весёлые и интересные старты уже весной. И последнее. Для пса по кличке Буч, которого избивали прежние хозяева, нашли новый дом. Собаку приютила женщина, которая узнала о ней из новостей. Сейчас Буч обживает новые квадратные метры и знакомится с другими питомцами сердобольной хозяйки. Девушка рассказывает, что пёс легко пошёл на контакт, но оказался скромным. Некоторое время отказывался от угощений. Мальчишка голодал, мой зайка. С утра, если я ему пробовала дать и сухой корм, и желешки, и макароны, то есть есть он начал только после того, как я ему попробовала дать куриную филе с компанировки. Напомню, резонансную историю Буча мы рассказали в конце января. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых пса избивают ногами, тянут за ошейник, а затем бьют швабры, облетели соцсети. Спасательную операцию развернули волонтёры. Собаку уже стойких хозяев изъяли. Сейчас инцидентом занимаются полицейские. Пёс прошёл необходимое обследование и лечение. В новом доме, надеются, его спасатели Буч будет жить долго и счастливо. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 20 февраля, в Омске. Переменная облачность без осадков. В ночное время до минус 37. Днём 24-26 градусов ниже нуля. В районах переменная облачность ночью до минус 31. Дневная температура минус 19, минус 23. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 771 миллиметр артутного столба. Таковы новости. Итоги дня подведём в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова